точно ты меня что со свету жить хочешь кофейку тебе уже учителя толкнул и что идите же ты что вы присесть хочешь чего жопа номер 2 35 серия 4 сезон бешеный учителя у них как будто есть уравновешенный. Было бы странно, если бы у них название было сверху. Уравновешенный учитель, хорошие оценки, на уроке все присутствуют, все опрятно одеты, в конце уроков все пошли домой, сделали уроки и вовремя легли спать. Кто вам дал распоряжение перевести с другой класс? Вы сами себе дали распоряжение, Алексей Евгений. А вы кто такие, чтобы давать подобное распоряжение? А почему вы на нас кричите? Нам Рашида Жавдатовна одобрила перевод. А Рашида Жавдатовна давно принимает за меня такие решения? А давно директор принимает решения за учеников, заставляя их петь частушки мэру, зарабатывая на этом деньги и искать ключи в сене? Или вы все-таки решили закрепить тему монетизации и как заработать на детях в 45 минут? Да ты как со мной разговариваешь? Вы что-то сильно стали много на себя брать, ученик? Или вам напомнить, у кого в кабинете вы... Хера себе опускание, вот это опускание. Ля-ля-ля, мы это уже слышали, можно идти? Слушай меня сюда, сопляк. Ты, и только ты перевернул эту школу с ног на голову. Ты, и твои дружки превратили эту школу в цирк. И ты, самый главный клоун в этом шапитон. Вы на дерзкого не кричите, Алексей Евгеньевич. Вот именно, вы пользовались нами, пытались нас продать цыгана, так еще неуважительно относитесь, как ученикам... Осторожней, 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 размахивай своими ногтями, пожалуйста. Я боюсь, что кому-то останется без глаза. Этой школы. Просто посмотрите, ну это же опасно, реально опасно. С нами пытались нас продать цыгана, так еще неуважительно относитесь, как ученикам этой школы. И именно вы подписали заявление об увольнении нашему классному руководителю. Хотя могли этого не делать. Мы, пожалуй, пойдем. Вот именно, вы бы могли и не увольнять Леопольда Арнольдовича. Александр, после драки кулаками не машут. Я и ни с кем не дрался. Что после ШГШ? Я бы поиграл в Аризону, как дело. Я в Аризону точно играть не буду. Точно! Точно. ТОЧНО! Пошли вон отсюда все! Ты не хочешь мне объяснить, что это все значило? Ты про папу? Я хотела извиниться. Что значит извиниться? Я говорю твоему папе, что у нас с тобой отношения. А он меня выгоняет из дома и не верит. Мы больше года с тобой общаемся, а ты ему ничего не рассказывала? Ну ты кричишь. Да, не рассказывала. Я просто ждала подходящего момента, потому что у меня папа очень строгий. И вообще, почему ты ни разу не спрашивал про мою семью? Мы же уже больше года общаемся. Так и зачем ты меня звала с ним знакомиться? Ну спросил и не спросил. Что такого вообще? Что за наезд вообще? Что за предъявление? Даже не спрашивал про мою семью и чего? Я думала, что когда вы реально уже будете знакомиться, я все ему расскажу. И вообще, ты лучше скажи, почему твой папа... Осторожно! Осторожно, мне страшно. Полил Камран и вернулся в школу. Переводишь стрелки? Я не знаю, почему он это сделал. Я с ним не общался и вообще общаться не буду. А чего не в другую школу? Храбрости не хватило. А ты не переживай, Герман. Для другой школы просто временно. Ну теперь в десны целоваться будете вдвоем. Лучше в десна... Почему в десна? Вы чего? Осуждаю. В десна целоваться будем, чем жить во вражде. Не, ну ты тоже не перегибай. Не буду я в десна целоваться. И вообще... А ты шуток, что ли, не понимаешь? Так, Лёша, ремень быстро! Ты шуток не понимаешь, что ли, Камран? Это четверки. Нам нужно с тобой тяни друг друга. Даже учитывая то, что ты меня поставил в том году. Ты все равно для меня братуха. Добро! Я так понимаю, вашим классным руководителем будет его бабка? Камранчик, это твоя любимая бабушка. Если тебя будут обижать эти дурачки, ты слушай мой голос. Ты мой самый любимый мальчик. Самый славный. Моё ты солнышечко. Осторожнее, осторожнее, Орех. Сломаешь стену. Орех стену уже собирается разрушить. В твоей агрессии не достоин никто. Понял, Димон? Теперь тебе точно меня не вывести из себя. Так что, твоя кляча будет классным ководителем? Слышь, мидурок, левоносый! Дамушку мою, миксок! Да, да, вот такой скример. Вот это прям вот... Чтоб всем приснился такое. Еще одно слово, я тебя сломаю, понял? Пошли, Герман, нам нужно в 100 классе дела порешать. Это же тебе главный. Это твое любимое... Слышь, Камран, скинешь трах телеграм? Реально помогает. Нет, ты похож на Камрана, только рыжий. А ты похож на Юлю, но без изменений. Слушайте, может, все-таки не нужно было переводить? Вот это попуск. Лично я не хочу быть в классе с коротышкой. И как минимум я это делаю на слов своим родителям. Чтобы они понимали, что не все будет так, как они хотят. Саня, ты уже достался своим переводом. Тебя никто не просил этого делать. Ты сделал соло по своей инициативе. Ну, я просто хотел, как все. Слушайте, может, попросим Натальшу, чтобы она с нами перевела? Так что-то мы тут стоим. Ну что, дерзкий? Доволен? Этого хотел? А дальше что? Или ты думал, что после перевода все твои залеты волшебным образом испарятся? Ну ничего, тебе красный к лицу. На Камрана похож. Только рыжий. А я говорю. Рашид Жавдатовна, а может, нужно чем-то помочь? Давайте я книги возьму. Или вон, тетради в класс занесу. Помню вас, Рашид Жавдатовна. Разгребать их и разгребать вам придется. И мой вам совет. Начинайте это делать. Прямо сейчас. Это понятно? Это не конец истории еще. Чтобы вы себе там не напридумывали. Ты меня понял? Если бы она была бы мужиком, ей было бы тяжело бриться. Да. Кстати, готовьтесь, дерзкий, к президентству школы. Да кто-то мне, блин, объяснит, что это за президентство. И где у нас урок вообще? Мусор все лежит на крыше. И что вам это дало? Ты что, тоже перевелась ради меня? Нафиг вы перевели? Вот именно. Вы оставили нас с проблемой? То есть они просто все перевелись в другой класс, а в другом классе как будто бы учился один какой-то ученик, и теперь это, собственно, ровно тот же самый класс с теми же самыми людьми. И ушли. С того, что Герман и Анжела настаивали на нашем переводе. И плюс, ну, Дима уже думали об этом. Да, Дима? Да, но ты хотела в другую школу. В школе все перевернулось. Классный наш ушел, картышка теперь с нами. Герман и Анжела радуются и командуют всеми, а вы просто решили надеть на себя красный жилет? Так а ты не хочешь с нами в красных жилетах? Наташа, а что ты нервничаешь вообще? Вам сейчас проще будет. Назначить нового классного, будете жить себе в кайф, и никто вам срывать уроки не будет. Жить в кайф и без вас мы могли жить все право. Смотрите, у них зелененькие, а не в катышках все. А если Анжеле и Герману что-то не нравится, то почему они не переведутся? А тебе что, настолько пофиг, что ушел наш географ? Ты что, довольный? Ученик дерзкий. Все, что хорошо начиналось, Александра Юрьевна, вы чего? Уроки английского, прогулки на лошадях, крутые татуировки. Что же могло вам испортить настроение? Леопольд Арнольдович где? Уволился, да? А вы можете помочь нам решить все проблемы, Александра Юрьевна? Ну, можете поговорить с Леопольдом Арнольдовичем? Можете решить все наши проблемы? У меня бабушка там больна раком, дедушка сидит, мать алкоголичка, отец бабник. Арнольдовичем сказать, что все будет хорошо и что мы так больше не будем. Вот ребята даже перевелись уже. Что делать? Ну и правильно сделали, что перевелись. Если они не умеют ценить то, что у них есть, пускай Анатолий Кувалдович их на место ставит. Да, Дима? А я что? А ничего. Ты больше не ученик того класса, где была любовь и понимание. Ты больше не ученик того коллектива, где учителя уважали учеников. Ты позор! Ты распустился до такой степени, что мне стыдно, что я была твоим классным руководителем. Ты знаешь что? Решение, которое ты принял о переводе, абсолютно обоснованно. Да, ученик дерзкий? А что с такой агрессией, Александр Дмитриевич? Да потому что ты главная заноза в заднице всей школы. Из-за тебя одни проблемы. Из-за тебя учителя увольняют. Белиссимо. Грацизос. Тома-томата пицца. Саша за... Зачем она так сделала? ... тобой все повторяет, впитывает, как губка. Расскажи ребятам, за что тебя выгнали из другой школы. Ты не рассказывал, за что тебя поперли оттуда? История повторяется, да? Новая школа, потом новый класс, друзей своих кидаем, да? Молодец. Слов нет. Можешь плясать. Ты добился своего. Что значит история повторяется? О чем это она? Она просто, наверное, переживает, что Арнольда эти обои. У нее, наверное, свои планы на него были. Так вот, Дешки, что значит история повторяется? Офига себе, и чего вы тут делаете? Так, Юля, давайте без этих ваших вопросов присаживайтесь, пожалуйста, на свое место. Так, я не понял, а почему параллельный класс делает у меня на занятии? Мы с одноклассниками пришли пообщаться. С этого дня, если мне не изменяет память, это уже не ваш одноклассник. С этого дня этот класс находится в моей юрисдикции и под моим управлением. А вас, уважаемая девушка, с крашенными волосами и с нарощенными ногтями попрошу покинуть данный урок и прихватите с собой своего дуга. Добрый день, уважаемый класс. Добрый день, Анатолий Кувалдович. А вас, я так понимаю, не учили здороваться с преподавателем? В смысле? А что, они не поздоровались, что ли? Или надо бодрее, сильнее, крепче? Меня зовут Дерзкий Анатолий Кувалдович. И с сегодняшнего дня, как вы уже знаете, мы находимся под вашей юрисдикцией. Значит, слушай сюда, юрисдикция. Если бы я собрался продолжать отпускать свои тупейшие шутки в мой адрес или юморить, как ты это раньше делал на протяжении всего этого года, то ты точно не по адресу слюнтянь. Я знаю, кто ты. Я знаю, что ты. Я знаю, как объяснить. У тебя правила поведения на моих уроках. Тебе все понятно? Вчера стрюкнула такое. В кармане что? Сигареты? Телефон. Тихни. Нет. Уважаемый класс, объясните нашим новым ученикам Первое правило поведения на моих уроках. Первое правило поведения в нашем... Первое правило поведения то, что правил нет. Второе правило... Смотри, первое правило. Приходить в школу в чистой и выглаженной одежде. Начищенной обувь. Реально, смотрите, красненькие, хорошенькие, новенькие. Я так понял, они просто зеленые затерлись, а они хотели такие же жилетки купить. Или у них уже были жилетки красные. И им нужно было переодеть их в красные жилетки. И они подумали, а как их переодеть? Ну, нужно написать сценарий, что они перевели. И они специально написали целый сценарий, целую серию, чтобы им просто переодеть в красные жилетки. Увью и, конечно же, нерастрепанными волосами. А второе правило у нас какое? Не привлекаться с учителем, относиться друг к другу, с уважением, и не разговаривать. А третье правило, это вы будете в наручники партом на заколы наручников еще не хватало для чего сюда переношение не мог наладить с прошлым коллектив а ты для чего родителями поссорился проблем коллектив значит слушайте сюда класс в январе меня назначили класс вы думаете что сможете нарушать правила нашего класса или перечить мне знаете я не ваш этот леопольд как его зовут благодарю вас который будет жрать все что вы его приготовили и я не директор класса и не директор школы который будет закрывать глаза на все происходящее я не рашида жавдатовна а кто ты у вас а я думал ты рашида жавдатовна а ты оказывается другой человек все хорошо просто замечательно вот с детками знакомимся они рассказывают нам почему захотели перевестись в наш дружный коллектив все верно анатолий кувалдыч вам если помощь нужна будет вы обращайте опять комбинезон тебя жажда уже просто знаешь губы трескаются тебе предлагают рашида жаждатовна может быть кофейку кофейку ты меня что со свету сжить хочешь кофейку тебе какого кофейку к черту возьми кофеек мочегонное дерьмо надеюсь ты понял что все стели на свои свободные места стоять дерзкий отсутствует у нас я так понимаю только диана верно сушить и может лучше обратно к нам переведемся а чё ты испугался недоправил так уважаемый до правил вижу на прошлом занятии мы с вами изучали списки графики и таблицы текстовом документе ученик дерзкий расскажите мне о правилах оформления таблиц учитель математики или информатики отлично одно однозначное число ты только что заработал что такое маркированный список если я отвечу правильно у меня уже будет двухзначное что такое многоуровневый список ну это александр что такое предмет у них вообще я что-то упустил что за предмет что за многоуровневый список что это что это блин это предмет спискология чего за бред чё за спискология многоуровневый список что за предмет не нужно спать ответь не на элементарный вопрос что такое графическая схема отлично конечно все складывается вы все только что форматика чего информатик заработали по одному однозначному числу а это дерзкий даже не двойка это единица все на место вот это реакция у него вот это реакция даже не двойка это единица какая жестокая реакция у него на единицу реально испугался все на место тоже мне учитель информатики без компьютера компьютерами пользуются только те кто однозначные чисто у нас не получают ученик дмитрий когда с тем а вы что сегодня будете только нашу четверку спрашивать тебе что-то не нравится вот я сейчас не понял тебе что-то не нравится вы не понимаю их да тут подождите подождите это кто вообще новенькие и мы знакомим вас с нашим классом и с поведением на уроках нашим а если тебе что-то пишешь записочку и бегом к мамочке под юбочку жаловаться понятно тебе я не собираюсь тут играть ваши игры и играть по вашим правилам и слушать от вас тупейшие шутки дерзкий на меня смотри хотите я могу твой телефон сейчас доске прибить хочешь нет хочешь я могу тебя щас шоколадом измазать а нет нет или дерзкий тебе стекла не хватает чтоб ты его разбил как в прошлый раз ты только скажи мы сейчас все это очень быстро организуем хочешь чего так с нами разговаривать наверное меня не понял сынок вот прям чувствую что ты меня не понял ты в школу в эту ходишь для чего чтобы свои штаны протирать а ты сам просил перевод и сейчас ты думаешь что ты сможешь нарушать правила в нашем святом коллективе или что тебе из-за длины волос в уши плохо залетает так я могу тебе на ухо повторить понятно повторить тебе на ухо вы что себе реально позволяйте что-то не нравится вот тебе лично что-то не нравится волосы уши закрываю напиши мне и ответь мне на вопрос почему наши дети не отвечают на элементарные вопросы потому что ты орешь как окаянный осторожно у тебя оружие глазного поражения аккуратно двигай рукой просто посмотрите как близко как близко глаза дерзкого к этому ногтю надеюсь все будет хорошо в этой серии не так разговаривать даже если мы в прошлом вели себя плохо осторожно а я смотрю мозгов о наконец-то хоть кто-то про ногти сказал тебя не прибавилось или твой макияж мешает кислороду твой маленький мозг знанием поступать закройте рот и не разговаривайте так с полиной слушай сюда слушай сюда сынок а вот ты прямо сейчас можешь написать записочку и бегом обратно к мамочке под юбочку понятно тебе где почему ты на юбочке ты ты может быть ты тоже хочешь к мамочке под юбочку вы и слюни будет вытирать другие учителя а я с собой так разговаривать вообще откуда эта фраза почему под юбочку щебе что за бред кто вот это пошлятина придумал и все говорят я только сейчас подумал что это ну как бы ну неприлично такое говорить позволю уловил меня или нет ну что делаете ты что себе дерзкий позволяешь а зачем моему лицу прикасает так уже учителя толкнул но хоть не язык в парту зачем парту зачем подвинул перевелись не для того чтобы уроки мне кажется или это отец камрана зачем вы так с нами нам же наверняка родители прямо если вот это рашида жаждатовна она же мать вот этого дерзкого я так понял я так понимаю что тут дети родители детей играют тоже ну вы реально не уравновешены или что ты сюда отойди отсюда видел больше не увидишь а теперь собрал вот знаете я даже не могу понять с чего конфликт-то начался что-то не никто даже я тоже не будет никто даже ничего такого не сказал и сделал как будто просто на пустом месте орать начали друг на своего учителя он действительно лучше в этой школе и все его правила наш класс поддерживает если что-то не устраивает давайте возвращайтесь к себе в класс и там наводите порядке вопросы да и тем более вы у нас любители первыми кого-то спровоцировать на конфликт теперь собрали остатки своих вот этих вот монах и вон я конечно имею огромное желание разбить какой-то из плакатов в вашу голову но чисто из уважения к тому чтобы старше меня я этого не сделаю но нужно только без лечением своим займитесь неуравновешенный психопат может обратно вернуться а ты достал уже куда ты возвращаться собрал на нас такой злой не знаю может за нашей плохой репутации может к нашему но только если без меня как вам новом классе димон ты себя носил за одну парту как тебе она хорошенькая правда да полину бросать больше куда шел мне расширь дата на поставил хорошую оценку по самостоятельно на меня и отпустила чё-чё-то не нравится как в моем бывшем классе говорят после ухода меня и моей бабушки там все стало по-другому так что расскажете роман вы куда я перевожусь из этого он видать впервые наконец-то вертушку прописал всем обещал вертушку прописать и дать двери прописал по класса я тоже ухожу из этого класса скажите спасибо герман анджеле ты чё совсем офигела курица не слишком много ты себе позволяет это что было сейчас вообще дмитрий я даже не хочу знать что это было и почему не на уроке только не говорите что дверь только что выбили это какая по счету 5 6 весь класс ко мне в кабинет быстро да зачем что ты им скажешь снова на орешь одними и теми же словами значит вы не будете нас переводить обратно осторожность кричал самостоятельно приняли решение о переводе в другой класс я же сказал никакого перевода не будет все пошли вон вот правильно рашиду жевдатно перевела в класс к еще рюкзаке вы мне здесь заливаете а вы что-то последнее время много думать стали дмитрий это не идет вам на пользу все пошли вон отсюда и ты пошла вон может можно мне перевести я сказал пошел вон мы в жопу вашу дурацкую школу достали уже все алексей игоревич а у нас проблем макаре жестко жестко ну кстати первый раз респект за вторую две серии пострел жопа первый раз в нем опять они что у вас уже случилось я честно думал перевестись в параллели исправить все то что я натворил я как-то даже не понимал что происходит я как-то даже не догадывался что я творю мой любимый классный руководитель уволился и он действительно был лучше но понимаю я это только сейчас уважение от учителей из-за меня потерял весь наш класс проблемы только усугубляются и сегодняшний урок информатики тому показатель нас никто не уважает и наши слова пустые камрана вернули для чего чего мы не голоса хрип просто к херам он просто от криков весь этот год добивали грёбаный круговорот событий который достал уже все я знаю что это видео сейчас смотрит директор ему сто процентов его уже показали а значит и мои одноклассники его смотрят что же обратного пути уже нет это системные блоки с класса информатики с того самого класса где должны проходить наши уроки а это ты на святое по сигнал ски неуравновешенным учителем информатиком математическим дураком который сегодня посмел ты компьютеры не трошит оскорбление чувств айтишников ты что айти же ты что вы присесть хочешь чего лишнего по отношению к моему другу я тоже не сладок но чтобы все наладилось в этой гробаной школе мне не должно быть такого ученика как я мне не должно быть таких учеников целом я считаю что если уходить из него то я сделаю это заложники взял компьютеры да он типа теперь будет если вы не будете переводить нас в класс в течение 20 минут я буду убивать по одному компьютеру по совести и справедливо никто не имеет право обижать и оскорблять достоинства учеников и никто не имеет право этого же делать в сторону учителей мы все должны уважать друг друга но мы это просрали просрали из-за мига просрали из-за нас мы что идем есть бургеры а теперь анатолий кувалдый я на своей юрисдикции делаю то что я хочу смотрите как то что вам так дорого и то что вы так сильно любите превращается в лепешку это вам за то что посмели поднять руку на ученика на моего близкого друга тему документы о том что я больше не желаю учиться в этой грёбаной школе покажи покажи эту съемку потому что старый я прибил доске хотя не имел никакого чуваки это корпус корпуса там видно нету этих деталей морального права этого тела корпуса раздавили этот год был действительно лучше именно этот школьный год я запомню на всю мать его жизнь я люблю ты плачешь и цените как кусал рублей максимум стоит что это такое компьютеры до компьютеры я не знаю как он их смог оттуда вытащить потому что ключи от кабинета информатики были только у меня у кого еще есть ключи не знаю строитель приходил сегодня доску меня еще доску йог макарёк да откуда я знаю что это за видео было ты думаешь дерзкий бы так поступил я откуда знаю и вообще что юрина имела виду когда говорила про его прошлой школы и про то что он уйдет со школы как сделал это год назад ты же понимаешь что дерзкий это с компами сделал только ради тебя понимаю но я же его не просил ну и правильно не надо брать вину на себя он сам принял такой решение какое бросить нас всех здесь и у географ ушел дерзкий ушел камра напернули мы перевели что дальше я без одни мысли если что что ты хочешь я просто видела ролик что дерзкий сделала с компами из класса информации и что пришла позорадствовать на фига мне злорадствовать просто поддержать хотя сначала научись своего классного руководителя на осторожно осторожно двигай руками крайне медленно если бы не он то этого бы всего не было первых он впервые в жизни себя так вел до этого такого не было я просто без понятия что на него нашло а во вторых вы походу меня не до конца знаете я не хочу конфликтов с вами именно поэтому и ты всегда подставляешь наших ребят и ведешь себя как выскочка может быть если бы вы не спровоцировали меня первыми этого бы всего не было знаете если бы я хотела вам насолить я бы насолила еще тогда ситуации с директором когда он просил вам частушки и я вообще что сделал вы сами себе все испортили вам рано из-за тебя вернули что да нафиг мне этот навозный жук вообще нужен единственный раз его увидела висящим на грушу и сразу поняла что с ним общаться нет смысла да он сам в торт залез было дело просил меня помочь ему но как вы видите и он справился прекрасно и без меня ты не помогала ему не еще раз повторюсь не хочет меня переводить а больше чего в руках вообще чё за бинты перебинтовал что ли себе лучезапястный сустав чтобы когда будешь бить чтобы не вывихнуть его что ли настолько мощно ты сейчас будешь всех бить там что за но там классе все больные и в особенности ты овца тупая закрой рот ты закрой рот ты мне еще между прочим этот телефон новый должна туалетная королева герман с анжелой как степи сорвались сегодня всех сдавали на контрольные и командовали нами дерзкий ушел они королями себя почувствовали короче сегодня не день а жопа какая-то реши договорить жопа номер два и что дерзкий есть что его нет все равно проблемы и залеты в классе остались кстати а где дерзкий наверно сделано и по деснам целоваться было да опять вы с деснам шел вон отсюда чё пугаешь пугалка еще не выросла понял вы географы вообще как-то планируете возвращать ну что друзья огромное спасибо всем за просмотр если вы еще не под спасибо вам спасибо вам за этот прекрасный чистый кайф